Всем привет, ребята! С вами GoodApple, и это уже пятая часть рубрики 1КБ. Под видосиком с прошлой части уже набралось больше 100 лайков, и поэтому, как я и обещал, под этим видосиком я оставил ссылку на карту с командными блоками из всех частей этой рубрики. И да, давайте, когда под этим видосиком также наберется 100 лайков, я выпущу следующую часть. Ну а перед началом просмотра, жмякни на лайк под этим роликом, и не забудь нажать на кнопочку подписаться, а мы погнали! Так, ну что, ставим первый командный блок, и записываем его такую команду. Execute собака А, ставим три тильды, дальше Detect, снова ставим три тильды, но после второй минус один пишем Air 0, дальше Execute, собака E в квадратных скобках type равен Snowball, R равно 2, ставим три тильды, пишем эффект, собака P, Levitation, ставим 1, 15 и пишем True. И ставим командный блок на режим цикла. Есть! Теперь к этому командному блоку мы ставим Redstone блок, берем снежок, и это мы с вами сделали даблджамп, то есть двойной прыжок. И давайте мы его сейчас проверим, смотрите, если мы стоим на земле и выбросим снежок, то ничего не произойдет, а вот если мы подпрыгнем и выбросим снежок, то в воздухе мы как бы сделаем второй прыжок. Вот так это работает, но есть один минус, второй прыжок мы не можем активировать мгновенно, потому что тратим пару секунд на то, чтобы выбросить снежок. Ну что, переходим к следующему командному блоку. Так, убираем Redstone блок, ставим следующий командный блок, и записываем в него такую команду. Execute собака A, ставим 3 тильды, дальше Execute собака E в квадратных скобках type равен item, name равен trolls, r равно 4, ставим 3 тильды, пишем tp, собака S, снова ставим 3 тильды, но после второй 1 и 3, и ставим командный блок на режим цикла. Есть! Теперь ставим Redstone блок, берем алмазик, который в наковальне нужно назвать trolls, как мы указывали в командном блоке. И это мы сделали вещь для троллинга, давайте-ка покажу, как же она работает. Смотрите, выбрасываем наш алмаз, и он сразу же взлетает вверх. Смотрите, как это работает, пока к нему никто не подходит, этот алмаз спокойно лежит на земле, но когда к нему начнет приближаться какой-то игрок, он сразу же взлетит вверх. И игрок никак не сможет добраться до этого алмаза, ведь даже если он начнет строить под себя, алмаз просто начнет взлетать выше. Ну а если вы хотите, чтобы на вас это не работало, то просто после execute собака А в квадратных скобках допишите name равно восклицательный знак и впишите свое имя. Ну а мы переходим к следующему командному блоку. Это будет еще одна вещь для троллинга. Пишем такую команду. Дальше execute собака Е в квадратных скобках type равен item, name равен trolls, r равно 1 и 5, ставим 3 тильды. Пишем summon creeper, снова ставим 3 тильды и ставим командный блок на режим цикла. Есть. Ставим редстоун блок. И давайте покажу, как же работает этот троллинг. Смотрите, здесь нам также понадобится алмаз, который мы назовем trolls. Мы его выбрасываем, и рядом с нами сразу же появляется куча криперов. В этом и есть весь смысл троллинга. Просто сейчас я сделал, чтобы это работало со всеми игроками. Здесь похожий способ троллинга. Изначально алмаз просто лежит на земле. Но если к нему подойдет какой-нибудь игрок, на его месте сразу же появится крипер. Ну а если вы хотите, чтобы на вас это не работало, и вы могли спокойно выбросить алмаз, то также после execute собака А в квадратных скобках допишите name равно восклицательный знак и укажите свое имя. Переходим к следующему командному блоку. Так, в этот раз я включил в эту подборку три предмета, которые будут работать на двух командных блоках. Поэтому ставим первый командный блок и записываем такую команду. Execute собака Е в квадратных скобках та и правен сноуболл, ставим три кильды. Дальше execute собака П, ставим три кильды, пишем ТП, собака С, ставим три стрелки после третьей три. И ставим командный блок на режим цикла. Есть, ставим следующий командный блок и записываем такую команду. Пишем kill собака Е в квадратных скобках та и правен сноуболл, и ставим командный блок на режим цепи при условии и работает всегда. Есть, ставим редстоун блок, и это мы с вами сделали телепорт. Но основная её цель не просто телепортироваться, а проходить через стены. Смотрите, как это работает. Мы подходим впритык к стене, бросаем снежок, и вот мы уже находимся за этой стеной. Я сделал, чтобы максимум мы могли проходить через стену в три блока, но вы можете сделать как вам удобно. Это всё очень легко настраивается. Просто в первом командном блоке после стрелок поменяйте тройку на любую нужную вам цифру. Это количество блоков, на сколько вас будет телепортировать. Ну а мы переходим к следующей вещи. Тааак, а сейчас мы сделаем динамит, который сразу будет появляться активированным, и который не нужно будет поджигать. Ставим первый командный блок, и записываем такую команду. Execute собака E в квадратных скобках тайп равен Armor Stand, ставим три тильды. Дальше summon TNT, снова ставим три тильды, и ставим командный блок на режим цикла. Есть, ставим следующий командный блок, и пишем такую команду. Пишем kill собака E в квадратных скобках тайп равен Armor Stand, и ставим командный блок на режим цепи при условии и работает всегда. Есть, ставим redstone блок, берём Armor Stand, и давайте проверять. Давайте отлетим куда-нибудь подальше, и поставим его где-нибудь здесь. Смотрите, как только мы ставим Armor Stand, на его месте сразу же появляется подожжённый TNT, а наш Armor Stand просто-напросто умирает. Это достаточно просто работает, и мне кажется, многим может пригодиться. Ну что, переходим к заключительной вещи. Таак, ставим первый командный блок, и записываем в него такую команду. Enchant собака A, пишем fisher felling, и ставим командный блок на режим цикла. Есть, теперь берём компаратор, ставим его сюда, а за ним ставим ещё один командный блок, в котором будет такая команда. Пишем execute собака A, ставим три тильды. Дальше tps собака S, ставим три стрелки после третьей один, и ставим командный блок на режим цикла, а задержку ставим два. Есть, теперь ставим redstone блок, и это мы с вами сделали, можно сказать, автозажим. Давайте-ка объясню подробнее, вообще эта вещь нужна для игры в креативе. Смотрите, допустим, нам нужно найти какой-нибудь биом, либо же просто куда-нибудь далеко лететь. Для этого мы просто берём ботинки, и нас сразу же начинает телепортировать туда, куда мы смотрим. Конечно, при такой телепортации картинка резко меняется, но зато вам не нужно зажимать кнопку. Ну а чтобы поменять скорость, просто во втором командном блоке после стрелочек поменяйте единицу на какую-нибудь другую цифру. И да, чтобы пользоваться этой штукой, станьте рядом с этими командными блоками, откройте чат и запишите в него такую команду. Ставим слэш, пишем tickingarea, add, kirkle, ставим три тильды, один, и напишите какое-нибудь имя на английском. Это будет название нашей тактовой области, она нам нужна для того, чтобы когда мы отсюда далеко улетели, эта часть карты всё равно была прогруженной. Ну а на этом всё, ребятки! Всем огромное спасибо за просмотр! Вот такая подборка у меня получилась в этот раз, если она тебе понравилась, обязательно жмякни на кнопочку лайка. Ну а также не забудь нажать на кнопочку подписаться, и присоединяйся к нашей пока что маленькой, но очень дружной семье. И да, ребятки, кто ещё не знал, в каждом своём видосике я помогаю начинающим ютуберам розыгрышем бесплатной рекламы, если что, все условия смотри в описании. Ну а в этот раз победил канал Fantasy Profi Game, у него на канале вы найдёте видосики с прохождением самых различных мини-игр, так что кому интересно, ссылочка как всегда в описании. И да, ребят, кто не знал, у меня также есть дискорд сервер, можете залетать и общаться между собой, так что кому интересно, ссылочка также в описании. Ну а с вами был Гоуд Эппл, всем до скорого и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok